И... Роза, а-а! Роза, а-а! Роза, а-а! В сельском доме культуры идет репетиция. Скоро начнется череда праздников, а значит, творческому коллективу придется много выступать. В местном доме культуры, в доме милосердия, что здесь же в селе, возможно, и в райцентр пригласят. И у них там! Коллектив этот преимущественно состоит из пенсионеров села Семьяна. Как только построили здесь новый дом культуры, так пенсионеры сразу сюда и потянулись. В деревне остаются одни, с хозяйством уже сложно справляться. И остается, что сидят перед телевизором, вяжут. И скучно делается, общение требуется. Здесь они приходят, общаются. Вот у нас есть в хоровой группе, женщина занимается, которой уже за 60. И она все каждый раз, все, в последний раз прихожу, а все равно идет. Я говорю, как же мы без вас, тетя Люся? И она приходит и занимается, и поет. Тетя Люся, она же Людмила Михайловна Филюшкина, всю жизнь проработала в местном колхозе. С утра до ночи была на ферме. Даже будучи на пенсии, еще 9 лет работала. Потому сейчас и представить не может, чтобы без дела сидеть. Но годы свое берут. Скотину дома уже не держат. Говорит, слава богу, что новый клуб нам построили. Теперь есть, чем свободное время занять. Дома одна, тоска берет. Тем более зимой, ночь-то год. Так что я с удовольствием хожу в этот коллектив. Мне нравится. Чем занимаетесь? Ну, а дома сейчас что? У меня дома нет ничего. Вот вяжу, плету чего-то. Вот последники какие-то, платочки. А здесь чем занимаетесь? А здесь пою. Плясать уже, как-то сказать, стесняюсь, что ли, чего ли. Молодая пусть пляшет. Я уж ладно, попою. На репетиции в клуб Людмила Михайловна ходит с другого конца села. А это почти 3 километра. Придет домой, устанет. А на следующий день опять идет репетировать. А после репетиции остается еще позаниматься в кружке прикладного творчества. Все же на базе Дома культуры 13 различных секций и кружков. И все бесплатно. Только выбирай. Они к нам приходят заниматься в группе здоровья. Приходят в хоровую группу у нас занимаются. Есть некоторые, которые желают сольно исполнять песни. Тоже приходят, исполняют. Потом участвуем мы в наших концертах, которые мы ставим для нашего населения. Кроме того, сюда приезжают специалисты социальной защиты района. И предлагают пенсионерам дополнительные занятия, на которые те с охотой соглашаются. Несмотря на то, что за эти дополнительные кружки нужно уже платить. Но зато весь день у пенсионеров занят. Им и обед сюда привезут, и на экскурсию свозят. Мы проводим разные мероприятия. С ними работает психолог, трудотерапевт. Они делают разные поделки. Мы ездим с ними на разные экскурсии, разные фок, допустим, ездим с ними купаться. В библиотеку ходим всякие, организуем встречи. Рассказывают про разных людей интересных. Кстати, библиотека здесь же, в Доме культуры. Занимает почти весь второй этаж. Библиотекарь Татьяна Егорова, так же, как и работники Дома культуры, ежедневно занята подготовкой каких-то мероприятий. Но это уже преимущественно для детей. В Чемучку у нас есть. Это клуб, в котором все интересно. Мы ходим на экскурсии. Мы все лето ездили на экскурсии в другие села, на велосипедах ездили. Есть у нас клуб выходного дня. Это мы приходим сюда, например, на три часа. И мы занимаемся, начиная с рисования, чтения. Очень-очень много дел. Мы рисуем, лепим соленого теста. Стеклография у нас есть. Сельская библиотека работает в тесной связке с местным сельхозпредприятием. Директор хозяйства даже называет Татьяну Егорову своей правой рукой. Говорит, она нам огромную помощь оказывает. В первую очередь, в информационном плане. Занимается краеведением, историей села. Прямо в библиотеке устраивает выставки. Воссоздает уголки старинного русского быта. Вот недавно организовала поездку на место гибели их земляка, героя Советского Союза Малого. Привезла оттуда массу исторических материалов. Я чисто случайно узнала к нашему всему стыду. В семьянах никто более не знал, что у нас вообще все забыли, что у Малого 100 лет. И в связи с шестолетием Первой мировой войны пошли искать участников. И родственники сказали, что вот так и так. Начали проводить поисковую работу и делали мероприятия на библионочи. У нас проходило мероприятие по Малову. Пригласили Владимира Михайловича. Владимир Михайлович у нас сразу загорелся и предложил съездить на место гибели, захоронения. И мы съездили. Ездили три человека, родственников. Ну и я ездила. Но вернемся из библиотеки в концертный зал к местным пенсионерам. Они как раз собираются на очередную экскурсию в местное же сельхозпредприятие. Как ни странно, это на первый взгляд звучит. Подавляющее большинство местных пенсионеров всю жизнь в местном колхозе и отработали. И вроде бы колхозная жизнь проходила у них на виду. Но за те 15-20 лет, что они не работают, здесь все кардинально изменилось. И на территорию хозяйства уже просто так не зайдешь. И в автопарке, и на ферме проходная. Не пускают. И это правильно. Слишком дорога цена. Занесет кто-то посторонний заразу на ферму. Трагедия. Все поголовье под нож, а хозяйство под банкротство. Потому здесь все строго. Вот и обратились пенсионеры в хозяйство с просьбой организовать им экскурсию по производству. В первую очередь на ферму, где многие из них и работали. Доброго здоровья. Доброго здоровья. На ферме ветеранов хозяйства встречает все руководство. Директор предприятия, его заместитель, заведующая фермой. Все здесь, все ждут. Люди, которые всю свою жизнь посвятили колхозу, того заслуживают. Они давно уже у нас тут просили все, хоть бы посмотреть там по этот. Вот Вера Герасимович как-то тут вот приходила, но не решилась одна вроде. Ее тут больно-то не пускает на проходной еще. Она дошла до проходной и вернулась. Вот Тамара Васильевна сказала, я на проходной-то была, туда не пускают. Вот они. Тянет. Да, тянет. Снятся коровы, снятся коровы. То и дело. Вот хочется отметить, вот они сейчас спрашивают, а сколько надой, а сколько чего. Нет, сколько группе дают. Современные не спрашивают, как дела в хозяйстве. Не интересуются. А вот они старые, их все интересует. Сколько зерна заготовили. Вот сегодня меня спрашивают, сколько зерна заготовили, сколько чего. Как это вот. Какая-то старая закалка, патриотизм вот этот. Сколько чего за хозяйство. Перед началом экскурсии небольшая вводная информация. Так сказать, теоретический курс. Сейчас у нас в поголовье 1200 голов. 550 коров. Все механизировано. Доядка. Только подмывает соски, девает аппарат. Все. Молоко она больше не видит. Оно сразу поступает в холодильник. Не как раньше таскали бедрами. Через край бедра она льет. И чтобы не пролить ни капельки. Вот. Все поступает в холодильник, чтобы быстро охладилось. И сдаем все молоко. Сейчас вот за этот год сдали все высшим сортом. Идет. Там идет на высший сорт дотации, на добавки. То есть нам это выгодно. Сказать, что увиденное повергло ветеранов хозяйства в шок, это ничего не сказать. Они даже не представляли, что на обычной ферме с коровами могут быть такие перемены. Да, Павлович? Ну, плохо он. Они тоже как-то работают. Бывший заведующий этой фермой Анатолий Павлович Баринов после экскурсии дал такую оценку увиденному. На высшем уровне. На высшем уровне. В этом его поддерживают все участники этой экскурсии. Встал на дворе светлей. И по сушению, как мы ходили, с крыши капало на нас. Коров хвостами нас брызгали. Все изменилось, конечно, крепко. Сначала-то конца все сменилось. Все сменилось. Где мы работали, все другими. И коровы другие, как считать, и места другие. Ну, мыши все ручные сами делали. А тут ручные сейчас ничего не делают. Намного-намного легче все стало. Все механизировано. Не то, что мы таскали, все вручную делали. Сейчас вон одна молодежь и работает. Все, тут тяжелого-то нет ничего. Они не работают. Я бы теперь проработала бы не знаю сколько. А тогда что, все на руках было. Ну, вот здоровье мне позволят. Прибежал бы я к нему и опять стала работать. Вот, опять бы стала работать. Понравилось? Очень даже. Вот летник там сделали, то я говорю, Владимир Михайлович. Прямо уход бы, помочь вам работать. Бывает, нету доярка, не хватает там или чего-то заболели. Бывает, и вот такие попадают. Ну, Владимир Михайлович насчет этого. Молодец. Их не держат. Эти люди одержимые. Вот Анатолий Павлович за фермой. Нина Васильевна, Тамара Васильевна, они, Нина Ивановна. Нина Васильевна, она жила на ферме. У ней семья большая была. Но, когда она телочку выращивала, она брала свою раскладушку, ночевала там, представляете, от такой семьи. Анатолий Павлович, он и день, и ночь был на ферме, заведующей фермы. Вот это люди, но они, не знаю, одержимые. Наверное, смысл жизни у них был вот в этой ферме. Да, эта экскурсия еще и повод для ветеранов вспомнить, как жили, как работали раньше. И опять все сошлись во мнении, что по сравнению с сегодняшним днем, в их время, труд здесь был просто каторжный. Раньше свекла была, картошка варена была. Таскали, как мы картошку, то есть берега, вот речки, там один мужчина варил картошку. Мы в драку. Бывало четыре ведра. Карамыс, на эту руку повесь в ведро, в этой руке четыре ведра бежишь по тропочке. А в карде вот по пояс. Коровы в карде находятся, месяц. А ты бежишь во двор. А воды тоже не было. Один мужчина там пожилой горел, башня была высокая. Один раз она загорелась, мне пришлось самой тушить участвовать. Затушила. Кормовки не было, ходили около. Свалют бывало кормать сего за двором. Мы и с него голыми руками сего сего согребали. А соломку вот отсюда вытаскали. Идешь вот, но бед там, что бедали, клочок, что он тут остается, мы ее подбирали, донесли корове. Когда бывало свет, мне не было, руками доили. Да? По 25 голов было. А как? Куда деваться-то? И руками доили. Сейчас у них генераторы есть, а у них такого не бывает. А у нас не было генератора. Мы с фонариком доили. Да, фонарик возьмешь, сядешь и доишь. В общем, в хозяйстве все кардинально поменялось. А ведь прошло-то всего каких-то 15-20 лет. Сейчас здесь все по-другому. Нельзя сказать, что проще или сложнее, просто по-другому. Они, как сказать, они душой даже поработали бы, наверное. Сейчас легко думают. Ну, считают, что легко работать сейчас. Но, наверное, недопонимаю, что требований очень много. Качества мало, как ко всему производству. Ну да, что они таскали на животах, корзинами. Я тоже работала за техником, все это видела. Все это барда ведрами таскает, ругаются, кормов не хватает. Это было. Ты больше всех перенесла. Ты вот раньше пришла, ты, наверное, тут натаскала уже. Вот так и было. Сейчас они посмотрели, здесь, оказывается, все на компьютерах и работа. Нам-то вроде это привычно, а некоторые 25 лет не были на ферме. Вот бабушку мы же привезли, они с костылями. И они счастливы, я вот считаю, они счастливы сегодня. Вот в этой встрече. Они общаются, они оживились, они даже, кажется, помолодели. Вот на них посмотреть, они веселы, с жизнью, радостные люди. Видели их лица сегодня. Они счастливы. Они просто, ну, им теперь воспоминали, на полгода, наверное, хватит. Эта ферма, они с доярками пообщались. Вот правильно говорят, много ли человеку надо. Они довольны, они счастливы вот этим общением. Довольные всем увиденным, ветераны хозяйства отправились назад в Дом культуры, где их уже ждал обед, а затем занятия по интересам. Напомню, здесь 13 основных кружков, да еще десяток дополнительных, со специалистами из райцентра. Но на этом здесь останавливаться не собираются, и в ближайшее время планируют расширяться. У нас танц-класс сейчас, благодаря ОАО Семьянскому, они нам помогли восстановить зеркала. То есть есть возможность заниматься там какими-нибудь спортивными направлениями, либо танцами. С чем мы занимаемся? У нас ходят ребятки, взрослые, выходят в группу здоровью, дети в танцевальный кружок, и занимаемся танцами самостоятельно. Ну, недостаточно, конечно, нам еще хочется, нам хочется еще больше, но мы надеемся, что со временем у нас все будет, потому что Москва не сразу строилась, так что и мы тоже. Ну, хотелось бы нам и велотренажер, и беговую дорожку, и мальчикам бы качать свои бицепсы, тоже хотелось бы там. Но пока мы надеемся, что со временем справимся с этой трудностью. Но и это далеко не все. Глава сельской администрации вместе с руководителем хозяйства планируют рядом с новым Домом культуры создать целый парк культуры и отдыха. Мы хотим рядышком с Домом культуры, рядом вот школам на этом месте, где вот не сделать, а парк трудовой и воинской славы. Это займет, конечно, время, чтобы сделать, но вот планы, как бы у нас такие, руководитель сельскохозпредприятия Авдеев Владимир Михайлович как бы поддерживает это и собирается финансировать вот это вот мероприятие, потому что чтобы увековечить тех людей, которые сражались за родину и погибли, уходя отсюда, и также тех людей, которые на протяжении вот всей времени работали в сельском хозяйстве, потому что как бы и в трудных условиях, и во время войны, и все. Много бригадиров, много заслуженных людей, много орденоносцев есть. Они, конечно, мы их всех помним, есть фотографии, но как бы вот еще сделать такое, что вот, чтобы люди проходили и видели, что это, да, в честь данных людей сделано. Те, кто победу ковал на фронте, кто в тылу, и кто уже в мирное время вот помогал развиваться с хозяйством. И вот на данный момент оно, то, что есть, можно сказать, и им большое спасибо. Так как это будет выглядеть? Что это будет такое? Это будет просто там доска почета или что? Ну, это будет парковая зона, во-первых, и в парковой зону будет с беседками, там с фонтанами вписано, соответственно, техника военная будет стоять, памятники, то есть героям погибших, и, соответственно, и тем людям, кто работал в сельском хозяйстве. Согласитесь, когда у руководства такие планы, то речь нужно вести не о выживании села, а о его полноценной жизни и развитии. Семьяны действительно полноценно живут и развиваются. И это развитие происходит не благодаря каким-то отдельным личностям, а за счет всех жителей села, которые работают в местном сельхозпредприятии, ведут кружки и секции, поют в местном хоре, по крупицам собирают историю родного края. Благодаря всем, кто родился, вырос и продолжает жить на родной семьянской земле.